Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, люди! Со всеми прошедшими вас праздниками Еще раз с Днем Победы Неплохо, да? Мне кажется, страна все-таки показала, что навязываемая ей извне и маленькой кучкой потомков, помощников нацизма, новая их идеология Ничего не стоит, она не приживается в Украине Это замечательно, это просто замечательно Кстати говоря, КРТ, наверное, явился единственным каналом, который показал Парад Победы белорусские Вели трансляцию оттуда И много было таких непоняток, нареканий Но причем здесь канал Это когда канал вынужден был закрывать Закрывать, причем вот в механическом режиме Сразу же в прямой трансляции Ордена у ветеранов Изображение красного флага Победы Потому что дебильное законодательство, принятое при Порошенко Запрещало подобное Запрещает до сих пор Оно действует при Зеленском, это законодательство И не просто действует, а набирает новый оборот Еще раз, КРТ, единственный из каналов, который устроил трансляцию Парада Победы Ну, своего нет, других нет Белоруссии был Ну, нормально, показали, чтобы видели Как вообще память людская живет или не живет Сейчас вернусь к этому Я сегодня поставлю вот такой вопрос Я объясню, почему, уважаемые люди Вопрос очень простой МВФ для Украины, на ваш взгляд, это друг или враг? Еще раз, МВФ для Украины, друг или враг? Звонки сюда бесплатные, прошу вас, звоните Потому что нам опять будут рассказывать о том, что они провели какой-то офигенительный опрос И их опрос говорит, что вся страна, как один, готова продаться Лишь бы МВФ дал нам подачку в виде кредита Я объясню, почему эта тема Потому что все беды, которые за 6 лет со страной происходят И уже при Зеленском Объясняют тем, что МВФ сказал Вот Мы потом очень детально с вами разберем К чему привела Украину Работа с Международным валютным фондом И в принципе с безудержным набором кредитов А пока вернусь к КРТ Прекрасный был телемост, ветераны, песни Ну, все получилось Молодец канал, мне не стыдно, что у меня на нем есть свои авторские программы Но В лучших традициях Порошенко, уже при Зеленском Новый национальный совет по телевизорам Ну, тот, который контролирует телевидение И решает забрать лицензию телеканала или не забрать Сразу же после этого эфира начал Затребовал этот эфир себе С объяснениями, с пояснениями Зачем, как и почему То есть, понимаете, да, что поменяли Порошенко на Зеленского Думали, вот пришло здравомыслие Но здравомыслие отсутствует А такой пещерный средневековый дебилизм процветает Я уже не говорю о том, что, ну, в общем-то Огромное количество зрителей увидело в действии Ну, глупую норму украинского законодательства Порошенковска, уже теперь Зеленскую Которая запрещает показывать, допустим, флаг Великой Победы Ну, такова жизнь Конечно же, у меня нет сомнений, что это все будет отменено У меня нет сомнений в этом Мне жаль, что это не делает Зеленский Мне жаль это Жаль, что люди еще в очередной раз разочаровываются Еще раз, друзья, уважаемые люди МВФ для Украины Друг-враг Друг или враг Потом поговорим Я стараюсь готовить свои программы таким образом, чтобы Хитро сделанные вещи были понятны, доходчивы И чтобы у вас сохранилась хорошая память на то, что вы услышали И увидите Потому что через несколько месяцев вам будут рассказывать о том, как важно, еще раз повторюсь, как важно еще, как кошка или собака, блох, нахватать кредит ФМВФ Вот такая штука Вот такой у нас надсовет, вот такой у нас президент Надсовет же уже сформирован им И нового председателя надсовета назначил он Так что Это как вот Зеленскому задают вопросы Слушайте, а как у вас в Украине работают вот эти Американские химлаборатории, биолаборатории? Почему? А его директор офиса говорит А это не входит в компетенцию президента Украины Ёпт, караул, да? Нафига нам вообще такой тогда некомпетентный президент? Я искренне, кстати, говорю о том, что считаю должность президента полностью дискредитированной в стране И считаю, что нам с вами предстоит ее ликвидировать как таковую Ну, понятно, в Конституции Она не работает, она является проблемой и средоточием раздора И проблемой забот для всей страны О хорошем Сегодня день рождения Булгакова Великого сына Киева Великого сына этой земли Человека, который прославил этот участок суши Человека, который обожал Киев Человека, который... Ну, что тут говорить? Вы отлично знаете, что много из моих эфиров построены цитатно На его произведениях Я больше тридцати раз читал «Мастера и Маргариту», потому что я люблю это произведение и многие вещи помню на память Фильм «Собачье сердце» по-моему это шедевр кинематографа И он настолько... Булгаков и булгаковское творчество стало... Он вроде бы описывал события столетней давности А не сегодня о нашей стране, об этом городе О бонзах, которые руководят страной Распродают ее налево-направо А он был современником Так называемого героического Петлюры, который продал Пилсудскому пол Украины То есть удивительный человек Удивительное творчество Удивительно пророческое творчество Удивительно пророческое... Когда слушаешь Многих народных депутатов от Зеленского Вспоминаются слова Вы стоите на самой низшей ступеньке человеческого развития Вы должны молчать и слушать Молчать и слушать Вот чем должны заниматься вы А не рассказывать нам, как жить И не писать для нас законы Ну и так далее Там небольшой же есть сюжетик, да, ребят? Поставьте, пожалуйста А что означает это ваша разруха? Старуха с клюкой Ведьма, которая вышибла все стекла Потушила все лампы Да ее вовсе не существует, доктор Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что Когда я вместо того, чтобы оперировать Каждый вечер Начну в квартире петь хором У меня настанет разруха Если я, входя в уборную Начну, извините за выражение Мочиться мимо унитаза И то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна В уборную у меня начнется разруха Следовательно, разруха не в клозетах А в головах Значит, когда эти баритоны Кричат Долой разруху Я смеюсь Ей-богу, мне смешно Это означает, что каждый из них Должен лупить себя по затылку И вот когда он выбьет из себя Все эти, понимаете, галлюцинации И займется чисткой сараев Прямым своим делом Разруха исчезнет сама собой Двум богам Служить нельзя Дорогой Должен Какая красота, да? Вот специально Эта фраза вообще Она для нашего президента Двум богам, господин Зеленский Служить нельзя Не получится Особенно у вас Вы думаете, что получится Но на самом деле не получится И мне искренне жаль Что вы заняли именно подобную позицию В целом в стране Любую фразу, которую написал Великий Булгаков Можно сегодня Абсолютно инсталлировать На происходящее здесь Вот один в один Двум богам служить нельзя Дальше Когда я вместо того Чтобы оперировать Начну песни петь хором Настанет разруха Смотрите У нас воры Активисты И прочие проходимцы Обожают перед камерами Завывать гимн Руку у сердца Правда они не всегда знают Где у них сердце Но такое дело И с такими В вышиванках Есть даже прекрасная карикатура Как в вышиванках После Майдана Воры В огромных мешках Выносят украинский бюджет Наши с вами деньги Деньги налогоплательщиков Любую фразу Можно абсолютно нормально Перевести на сегодняшнее событие Что такое Это ваша разруха Спросил тогда Преображенский Булгаковский Да Эту фразу Сегодня Говорит кто Кто нам говорит Что Мужики Нам надо срочно Бежать в МВФ И брать кредиты И вот как МВФ Скажет Так и сделаем Ставьте мой вопрос Пожалуйста Помните Когда Арахамия заявила Что Да Мы понимаем Что законы Неконституционные Но мы их примем Потому что так сказал МВФ Они будут нам говорить Что Поставьте мой вопрос Пожалуйста Большое спасибо Они будут нам говорить Что У нас в стране разруха Карантин Пандемия Вирус гриппа И так далее И поэтому у нас разруха Денег нет Зеленский не виноват Два Убогих Кабинета министров Которые он собрал нам Не виноваты Дебильноватая Верховная Рада Под его флагами Не виновата Просто разруха Поэтому МВФ для Украины Друг или враг Что-то Какое-то слабое голосование 500 звонков всего лишь Уважаемые люди Киевская Русь телевидение КРТ Сегодня Забирает Те позиции Которые были Проданы Сданы Когда-то раньше Оппозиционными каналами Нет больше Оппозиционных каналов Они каждый работают На кого-то И конъюнктурно Поэтому Даже просмотрами Даже вашими звонками Вашими Вашим вниманием Вашим спором Повышается рейтинг канала Растет канал Развивается Заходит в новые дома А значит в новые головы Это очень важно Для построения Нормальной страны Поэтому пожалуйста Поддерживайте КРТ Так вот Нам будут говорить У нас разруха Мы песню сейчас споем еще раз Но у нас разруха Да Суд мимо Прошу прощения Гадят у себя в стране Портят Ломают Воруют Ничего не строят Но это же разруха Это пандемия Еще что-то За этим белым шумом Будет скрываться Очень важная деталь Запомните Вы увидите Вы сейчас это уже должны были слышать А дальше будет понарастающий Шмигали Это премьеры Министры Будут нам рассказывать Что нам Так как у нас разруха Надо срочно взять денег А не возьмем денег Все будет хана А я берусь сегодня В этой программе Сказать что это ложь Что деньги МВФ Они играют Никакой существенной роли Для украинской экономики А вот те законы Разрушительного характера Которые принимают Наши политики И уже политики Зеленского Эти законы Много большее зло Чем если бы мы Отказались брать кредиты Раз И два Отказались платить По кредитам Я Хочу Сказать следующее Мы внимательно Проанализировали Всю работу С МВФ Украины И вывели Определенные цифры Вы их сейчас увидите И вы ужаснетесь И поймете Что как только Украина Брала деньги У МВФ Это сразу Был откат Назад Во всем В производстве В цене гривны В золотовалютных резервах И так далее Сейчас приму звонок И пойдем дальше Да, алло Алло Да, здравствуйте Добрый день Вечер Здравствуйте Вы слушаете меня Да Да А вы меня Так У меня вопрос Так Где Сейчас Находится Сурчинов В Украине Насколько я знаю В Украине А чем он занимается Понятия не имею Искренне надеюсь Что предстанет Перед судом А еще один вопрос Вы в Бога верите? Да Да В церковь ходите А что еще вам? Крестик показать? Нет, я вообще просто Я просто ответил Да, я прихожанин Православной церкви Я прихожанин Православной церкви Дальше Ну, у меня все Такие вопросы Спасибо вам Я вам желаю Я вам желаю Хороших выходных Гуляй поле Запорожской области Я Лично Спасибо вам Я желаю вам Всего наилучшего Итак Шмигаль уже говорит о том Что Так как у нас разруха Вот, блин Все по Булгакову Ну, все Шариковы Швондеры Там, кстати Была великолепная фраза У профессора Преображенского Он сказал следующее Но самый большой дурак Это Швондер Он сегодня пытается Шарикова натравить на меня Но не понимает Что когда кто-то Развернет Шарикова В его сторону От него останутся Рожки-доножки Вот Все Как было сказано Булгаковым Подготавливается И так будет К сожалению Если, конечно Мы С вами Не мобилизуемся И не поставим Всему этому Заслон Не буду перескакивать У нас разруха Денег нет Бедность Для того Чтобы преодолеть бедность Нам нужно Для экономики Рост 5% Заявляет Шмигаль Это премьер-министр А ожидают Они падения Экономики На 5% От сегодняшних цифр То есть Грубо говоря Нужно нагнать За короткий промежуток Времени 10% Это физически Нереально Тем более Для страны У которой По сути Сегодня Разрушена Промышленность Кумулятивное Падение Промышленности Почти на треть Это Ну это как После войны А ведь Не было ничего Да Сами себя Взорвали По большому счету А зачем Они это говорят Они же говорят Нам Ну вы же хотите Чтоб бедность Преодолели Вы же хотите Чтоб все было хорошо Чтоб школы Там все дела А денег нет Разруха Разруха Надо брать кредиты Вот о чем я говорю Они устраивают Сейчас белый шум Такой И нам Навязывают Точку зрения Что без МВФ Мы не выживем Ребят В режиссерской А найдите пожалуйста Табличку Она наверное Четвертая Или пятая По счету Там Что творилось С гривной Когда брали Кредиты У МВФ Очень интересная Таблица Очень информативная Они нас Всех Они нам Навязывают Точку зрения Что без МВФ А страна Не выживет Украина Не выживет И надо Обязательно Сделать Все Что нам Скажут Западные В кавычках Партнеры Для того Чтобы Как бы Разрухи Не было Нашли Ну найдите Я же показывал Их 4 таблицы Или 5 Их не так много Третья Или четвертая Или пятая Там в конце Почти 900 звонков Спасибо Но Мало Прошу вас Активничать Уважаемые люди МВФ Для Украины Друг Или враг Кстати Господин Зеленский Вы когда были Голобородикой В кино Вы там МВФ Гоняли И пугали И стращали И так далее И тому подобное И люди проголосовали Да Они проголосовали Сначала против Порошенко Потом за Голобородика Но ожидая Что вы такой же В жизни Вот для вас Реальная оценка Людей Что такое МВФ И как с ним Нужно себя вести И нужно ли падать И кидать страну На четвереньки Для того Чтобы взять у них Миллиардный кредит Брах Говорят люди 97% И кстати говоря Нет Еще одна Еще Следующую Листайте таблицы Еще Еще Все Оставьте Смотрите Не работали С МВФ В 90-е годы Потом Один раз Сработали В 96-98 году Взяли Первый кредит Почти 2 миллиарда долларов Смотрите Что Гривна Сразу же Обрушилась На 50% С гривны 75 за доллар До 2,6 Дальше Это мы проанализировали Что происходило С гривной Когда начали Работать с международным Валютным фондом Идем дальше 98-2002 год Опять берут Кредит В 1,6 Миллиарда долларов С 2,6 За доллар Сразу же Падает гривна До 5,48 То есть на 100% Обесценивания Скидыш Зачем это все Как вы думаете Самый простой ответ Самый простой Да все очень просто За напечатанный доллар Здесь покупалось все Недра Понятно Скрыто Земля Люди В конце концов Вот и все Идем дальше 2008-2009 Опять берут 10 миллиардов Берут Это уже при Тимошенко Обрушение пошло С 5 гривен за доллар До 8 На 55% 12 миллиардов 12 миллиардов Взяли При Порошенко 14-16 С 8 Это вы уже Сами знаете До 27 Сейчас небольшое Колебание То есть Каждый раз Когда мы связывались С международным Валютным фондом Падала Наша национальная Валюта Обесценивалась Она становилась Неинтересной Вы же видите Да Уже тысячные купюры Напечатали Хвастаются Ими Ой У нас есть Однотысячная Купюра Позорники Позорники Потому что я помню Гривну Когда я за Двугривневую Купюру Покупал Доллар Один доллар Вот это Была сильная Валюта Вот это На что-то Было похоже А вы уже Однотысячные Напечатали И хвастаетесь Вам позор На самом деле И подписи Ваши на купюрах Вы Руководителя Национального Банка Надо вырезать Равно как Вас не надо Конечно вырезать Вас надо В тюрьмы Посадить За то что Вы сотворили С отечественной Банковской Системой И национальной Экономикой В целом Вот работа С МВФ А покажите Мне Позапредыдущую Таблицу Вот вы ее Ставили А еще Пожалуйста За ней Еще Ага Отлично Смотрите Еще несколько Цифр Мы с вами Уважаемые люди Оперируем Только фактами Цифрами Мы Эмоции Потом себе Позволяем Нас Мы не можем Себе позволить Что нас Кто-то бы Обвинил Как там Кличко Или Зеленского Или его Шмигаля В пустословье Мы не должны Позволять себе Этого Мы нормальные Деловые люди Мы хотим В стране Чтобы порядок Был А порядок Без цифр И фактов Невозможен Идем дальше Смотрите Поработали с Международным Валютным фондом Несколько Последних лет Результаты Кумулятивное Падение Валового продукта 13% Это очень Много Это очень Очень Много Падение Номинального Продукта В долларах В два раза Почти Общая инфляция 130 почти Процентов Рост Индекса Цены Производителей Кумулятивный 200% Падение Экспорта В полтора раза Девальвация В 3-4 раза Это результат Работы С МВФ У меня вопрос Вот мы Не мы Я не беру эти деньги И вы я уверен Не берете эти деньги А давайте сейчас Телефонный звонок Приму Да алло Добрый вечер Добрый вечер Скажите пожалуйста Сколько денег Вы взяли у МВФ Это если правильно Это если на взрослого Если на деток Если на деток разделить То там около 4 тысяч долларов Вы в теме Я смотрю А вы лично Сколько взяли у МВФ Я Вот вы объясните Вот тем Которые любят МВФ Я не взяла ничего У МВФ Лично я Я в долларах Вообще кредитов не беру Боже их упаси Вы объясните Вот тем Которые за МВФ Что они Должны Это будут Вот сразу Взлить от цены Сразу мы Обнищаем Еще в несколько раз Потому что Все эти долги На наши плечи Вешаются Налогоплательные А еще Еще один момент Еще Что еще происходит С ними С этими деньгами Ну вы А бесценивают А Деньги разворовывают Совершенно верно Они не попадают В экономику Вы правильно Очень говорите Я вам показал цифры Я же их не выдумал Мы взяли их из статистики Вот они Они Конечно Деньги разворуют А каждый Будем мы В том-то Каждым Каждым разом После каждого кредита Мы нищаем И нищаем И нищаем Совершенно верно И каждая Украинская семья Нищает Вы абсолютно верно Говорите И государство в целом Мы же теряем Активы Смотрите Зеленский Из того Что он обещал На выборах Год назад Исполнил только одно Выставил на продажу Землю А простите Вы на связи? Да Да На связи Ну Вы же не хотели Того Чтобы он Выставлял Именно землю В первую очередь Что других дел у нас Не было Только землю продать Поскорее Ему Лукашенко Ему Лукашенко Сказал вашими словами Вот точно так же Как вы сейчас говорите Он ему говорит Вам что заняться Больше нечем Больше Ну Все в порядке В жизни В экономике Зачем землю сейчас Да Осталось губки накрасить Кого? Да Осталось губки накрасить А зачем? Кого? Ну Так говорится Все хорошо Все в порядке Осталось губы накрасить Прибрала Постирала Осталось губы накрасить Говорят Так и вот Барышни Легли и просить Помните в фильме За двумя зайцами В общем-то Уже давно Украину положили И подготовили Простите уже Раз мы на скабрезность Переходим К различным позам В пользу Панов Геров Мистеров Серов Ну и прочей Точно чуждой Нашей земле Нечисти Спасибо вам за звонок Ну Вы так Вы еще Более простыми словами Чем я Рассказали Достаточно серьезные Темы Серьезные вещи Это очень здорово Это очень здорово Вопросник Пожалуйста Верните Итак Экономика Не чувствует Этих денег 1200 звонков Друг МВФ Для Украины 3% Враг 97 Смотрите Мы привели Несколько примеров Которые говорят О том Что деньги Которые берут У Международного Валютного фонда Вообще не влияют Позитивно На нашу экономику Почему Один из ответов Такой А МВФ Не дает Деньги Это не деньги На самом деле Это право Заимствования Ну то есть Это грубо говоря Расписка МВФ О том что Если вам понадобится Мы вам срочно Деньги дадим Либо Если вам с кем-то Надо расплачиваться Вы эту расписку Отдадите И мы ее Ему оплатим На сегодняшний день Наши золотовалютные резервы Представляют собой 25 миллиардов долларов Из которых 10 миллиардов Это права Заимствования У Украины Есть 16 миллиардов долларов В виде золота Там Долларов Евро Там еще чего-то И когда нам говорят Что если Мы не возьмем кредит А в этом году Надо очень много заплатить Поставьте график погашения Пожалуйста А в этом году Надо очень много заплатить И будет хана Это неправда График погашения Да Спасибо Да Нам надо заплатить 15 миллиардов долларов В этом году У нас есть эти деньги Чтобы их заплатить Это первый вариант Второй вариант Как надо делать И как я буду делать Когда И как будет делать Нормальное правительство Когда Народ доверит Власть нам Мы перестанем платить По долгам До проведения Экономико-юридического Анализа Экспертизы Всех долгов Которые эти набрали Я уверен Что умные аудиторы Докажут Что экономической Целесообразности Брать долги Не было Никакой Если мы получим Подобные Выводы Аудита Мы откажемся Платить эти деньги Тут же Те Кто подписал Соглашение С МВФ Будут привлечены К уголовной ответственности И усажены За решетку На их имущество Должно быть Обращено Взыскание Для того Чтобы компенсировать Причиненный вред И из их денег Из денег Тех Кто это подписывал Того президента Тех Премьер-министров Министров Финансов Всех Министров Которые Принимали решение Голосовали На Кабмине Коллегиально Из их денег Будут Погашаться Долги И народных Депутатов Которые Это не так Сложно На самом деле Вот правда Не сложно Этим только Надо заняться Будут погашаться Надутые Украине Долги Правильно Сказала сейчас Зритель Я не брала И я не брал И я не просил Брать эти деньги И я знаю Что они не для Украинской экономики Они не нужны Это ложь Это делается Намеренно Для одной цели Если черту Подвести Под всей суетой Под всем Белым шумом Под всеми Разводами Криками Премьер-министров Министров И прочим Прочим Мы увидим С вами Что цель Одна Забладение Солидными Ресурсами Украины Землей И тем Что под землей Все Больше ничего Работоспособное Население Постольку Поскольку Сегодня все больше И больше Все механизируется Часть людей Выдавливается Часть умрет Ну вы отлично Это понимаете Вот для чего Берутся кредиты Они Разворовываются Либо Не используются Правильно И экономика Не развивается Еще усиливает Падение Нужны еще Кредиты На сегодня Общий Гарантированный Государством Долг А нет Общий В целом Составляет 83 миллиарда Долларов Это большая сумма Такого не было Когда Украина Вступала в Независимость То есть это все Набрали вот эти Пять президентов Премьеры Ну и все то Что себя считает Героями И почетными Рылами В Украине Отдать Есть за что Аудит Приостановить Выплаты Есть основания Для этого В конце концов Надо ехать Договариваться Помните Мы говорили о том Что МВФ Многим своим Странам Заемщикам Часть денег Простил Часть отложил Вообще в сторону Я имею ввиду Выплаты В связи с пандемией Вы что-то слышали О том Чтобы Зеленский Со Шмейхалем Смотались договориться С МВФ Чтобы то же самое Было для Украины Я не слышал Они этого не сделали Им гораздо проще Сказать Да мы примем Неконституционные законы Чтобы нам дали Несколько миллиардов долларов Которые опять же Сегодня не сыграют Никакой роли Я приму звонок И объясню Что надо делать Да алло Да Добрый вечер Максим Викарь Добрый вечер Здравствуйте Это Краматорск Здравствуйте Земляки По поводу МВФ Да Вот я так понимаю Вы мне поправьте Пожалуйста МВФ Это международная Частная компания Насколько я знаю Читал Правильно Да Я не ошибаюсь Ну нельзя назвать Это частной компанией Это организация Созданная за счет Средств государств Там есть Котел Куда государства Скидывают деньги Все правильно Общак Общак Правильно Набирают Они работают С коррумпированными Государствами А Украина Это что Украина порождает Коррупционеров Как говорится Тут куда ни плен Везде коррупция Так Максим Юрьевич У меня вопрос Так сколько же Надо еще Толбичить И толдонить Этим вот Оболтусом Что МВФ Это для нас Могила Вот могила И все Неужели Зелянский Не видел Вы правильно сказали Он же Там когда в фильме Он швырял бумаги МВФ И посылал их Так у него был Опыт И Порошенко Как Порошенко Развивался С МВФ Как разворовали Неужели этого мало Какая-то мимиклея С этим Зелянским Вот так как-то Будьте здоровы Дорогой Максим Юрьевич Спасибо большое Я не могу вам ответить Что у него в голове И какие есть Компрометирующие материалы В отношении него У западных партнеров Что он Настолько Он и его правительство И его парламент Начали настолько Подыгрывать Международным кредиторам Я не знаю Что там у него происходит Но Приведу вам Повторюсь Я любитель фактажа Вернее Я думаю Я профессионал в фактаже И в цифрах И в людях Я приведу вам Один пример Смотрите Они сейчас Выставляя на продажу Украинскую землю Говорят Нам МВФ Даст 5 миллиардов долларов В течение двух лет И у нас будет все хорошо Ежегодно Украина Украинская экономика Теряет около По самым скромным подсчетам Около 2 миллиардов долларов Знаете на чем? На блокаде Донбасса На экономической блокаде Донбасса Еще раз Отпусти Отмени сейчас Зеленский Неконституционный Незаконный Указ Порошенко О блокаде Донбасса А он может это делать 2 миллиарда долларов Только от начала Заново Взаимодействия Экономических сфер Возникнет В бюджете страны 2 миллиарда долларов Еще найменш А они Распродают Украину За 5 миллиардов И причем Это же не продажа Это в долг взяли Опять в долг Когда они говорят Международные партнеры Дали нам Они не дали Финансовую помощь Это долг дали В долг За конкретные обязательства При Зеленском Было распродано Облигации Государственного займа Тут нет Порядка на 100 миллиардов При этом Эти облигации Были отягощены Дикими процентами И мы с вами Платим эти проценты И вместо того Чтобы сейчас На волне пандемии Точнее не на волне А на провале пандемии Государственному Национальному банку С большим дисконтом Начать скупать Эти ОВГЗ Ну то есть Как Сейчас объясню ОВГЗ например На миллион долларов Да Номинально Цена На миллион долларов Но так как Весь мир трясет Ценные бумаги Украины Просели Деривативы Просели И можно купить Некоторые ценные бумаги По номиналу Не в миллион долларов Там в 300 тысяч долларов Условно То есть Заплатить намного меньше Чем ты когда-то взял В долг Это нормальная практика Так живет Финансовый Спекулятивный рынок Это нормально И это выгодно Национальным интересам страны Вы что-то слышали об этом Они это сделали Нет Более того Они гарантируют Выплату По ОВГЗ Процентов И купона И самой суммы В номинале Это ли не предательство Национальных интересов Несомненно Этим никто не занимается Только наращивается 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 Долг Повесьте пожалуйста Вопросник Полторы тысячи звонков Знаете Для меня это немножко непривычно Не потому что я там У меня всегда спокойное мнение о себе Но я помню свои эфиры Которые давали Там 30-40 тысяч звонков И полумиллионные просмотры Я знаю что сейчас канал КРТ раскручивается И что мои программы Это порядка 100 тысяч телевизоров уже Это здорово Я доволен этим Но думаю что Количество звонков можно и увеличить Вы помогаете в том числе и мне Вы подсказываете Актуальные я темы для вас Готовлю уважаемые люди или нет И помогаете каналу Потому что когда повторюсь Нас кормят купленными соцопросами Купленными Да они же там пишут Что за Зеленского 50% хотят проголосать Да что вы говорите А лучший мэр Киева Кличко Оказывается стал Но это ли не фальшь И мы ставим свой вопросник Да и говорим Вы бы сейчас голосовали за него И 73% говорят Ни в коем случае Поэтому Это своего рода соцопросы Которые мы делаем Для того чтобы понимать людей Для того чтобы понимать тенденции Для того чтобы сплачивать людей Ведь многие умные люди Последние 5 лет Особенно правления Порошенко Были в Роспаче Они растеряны были Они не понимали Может мы не правы Думали эти умные люди Кругом дурь Может дурь это правильно А правильно это дурь Но когда они видят Нормальный телеканал Нормального ведущего Нормальную аналитику Нормальную точку зрения Доказываемую точку зрения Аргументированную Они восприяли Восприяли духом И поняли что они не одни Что ума в Украине И разумного подхода хватает Умных людей хватает Нас миллионы на самом деле Итак Мы с вами сейчас Абсолютно на цифрах Убедились Что работа с международным валютным фондом Не дает никаких преимуществ для Украины Нам говорят О кстати это важная вещь Друзья Как только вам кто-то будет рассказывать о том Что работа с МВФ Это сигнал для инвесторов Плюньте ему в сторону Это чушь Объясню почему Среди общей суммы капитальных инвестиций В 2019 году Иностранные Настоящие иностранные инвестиции Заняли знаете сколько 0,6% Процента 140 миллионов долларов Скажите Это правда надо Украине 140 миллионов долларов Мы не обойдемся без них Мы ради этого ее распродаем 140 миллионов долларов Не миллиардов вы не ослышались Миллионов Нам врут когда говорят Что сюда пошли миллиардные инвестиции А почему А потому что они инвестициями Называют покупку Облигаций государственного займа Это не инвестиции Это в долг дали Просто в долг Это не инвестировали в экономику Значит Работа с МВФ Не влечет за собой Рост инвестиций А что надо делать тогда А вот еще что Почему вопрос Поставлен именно таким образом Враг или друг Все очень просто Требования кредиторов Губительны для Украины Пенсионная реформа Которая повлекла за собой Гибель пенсионеров Их преждевременную смерть И разорение большинства из них Медицинская реформа Та которую вроде бы сейчас Зеленский и его команда Пытаются приостановить Я уже не верю ему Но Бог с ним Может его убедят Наши великие светила медицины И все-таки приостановят То что было запущено Этот ужасный механизм Разрушения Медицинской защиты населения Медицинская реформа Направленная в общем-то На уменьшение количества Здесь людей Это очевидно Людей стало намного меньше Это тоже цифры Это факты А факты Как говорил Воланд Кстати из Булгакова Вот пророк В мастере Маргарите Фраза есть Это факт А факт Самая упрямая вещь В мире Реформа органов правопорядка Вы посмотрите Какой бедлам творится То есть Сделано все для того Чтобы Украина Утратила Признаки государственности Символы Булава Кепка Гимн Книжка Это еще не государственность Государственность Это намного больше Господин Зеленский Намного Во много больше Так вот Получая Ненужные стране Займы И принимая Подобного рода Законы Кстати о жилищно-коммунальном Хозяйстве И тарифах По большому счету Которые разрушили Сегодня Больше половины Бюджетов Украинских семей Задумайтесь 80 миллиардов долг Когда такое было 80 миллиардов И у меня вопрос Я же должен говорить Не только что это плохо Да Я же должен говорить От меня вы что требуете Всегда А что надо делать Я кстати всегда На этот вопрос отвечаю Что надо делать А все не так сложно Государство в состоянии Самостоятельно Кредитовать сегодня Свою экономику Целенаправленно Государство в состоянии Защищать отечественного Производителя Два года назад Я сказал Что ассоциация С Европейским Союзом На тех правилах Когда у нас уже В феврале Заканчивается квота На вывоз Продукции украинской А они нам сюда Все пихают Весь свой хлам Это плохая ассоциация Это кто-то Кого-то обманул И сегодня мои слова Повторяет Он для меня вообще Не авторитет Этот Пристайка по-моему Это бывший МИД А сейчас он Премьер по иностранным делам Вице-премьер Он говорит Что надо пересматривать ее Она плохая для Украины Два года назад Это говорил я По телевизору Доказательно Нужно защищать Своего производителя Давать ему приоритет В работе На нашем украинском рынке Не пускать сюда Аналогичные товары Либо делать на них Солидные пошлины Будет расти наш производитель Целенаправленное Целевое кредитование Нашего производителя Несомненно Придется напечатать деньги И дать эти деньги Незащищенным верствам На севане Отчасти это пошатнет гривну Но с другой стороны Это вызовет Всплеск торговли А торговля всегда вызывает Запрос на производство Далее Необходимо Министрам иностранных дел Назначать послов и консулов Которые будут заниматься Практически исключительно Проведением наших Экономических забот Задач Связей За рубежом Не языком теляпать Да Как этот сделал Посол в Турции Который пригрозил туркам Что Они перекроют Туристический поток За то что Турки Исполнили Военную песню Какую-то Песню военных лет Вообще Такое ощущение Что в МИДе Ну такой Набор Моральных и Психических уродов Куда ни глянешь Все 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 пробланы Так вот Он должен делом заниматься В Турции наши товары Должны продаваться В Германии В Австрии Вот поэтому Нужно их оценивать Идем дальше Выплаты Которые должны идти Внешним кредиторам Сегодня для этого Есть все основания Первое Провести по ним аудит Я уже говорил Каким образом Этот аудит Должен быть проведен А второе Эти деньги Надо направлять Во внутреннюю экономику А не раздавать Налево и направо Ничего Потерпят Потом разберемся Будем отдавать Дальше Защита инвестора Государство должно Прогарантировать Иностранцу Что сто процентов Вот сколько он сюда Не вложит Реальных денег Оно ему отдаст Сто процентов Это страховка От государства И сюда будут Эти деньги Далее На территории Украины Делать Ну хотите назовем это Офшорные зоны Хотите зоны Специального экономического Развития Далее Налоговые кредиты Для малого и среднего Бизнеса Дешевые Нормальные Они такие О которых заявили Зеленские Шмигали до этого На велосипеде Или кто он там На самокате И люди их не могут получить Не могут Потому что условия Дебильные Взять Деньги Сложны А нормальные кредиты Нормальные Под малый процент Для того Чтобы бизнес Заработал Да Жестокие Санкции За обман Но это уже второе А первое Вот это Разблокировка Донбасса Налаживание отношений С ближайшими Соседями Да Мы уже почти потеряли Рынки Страны СНГ Но это можно Постараться возобновить Во всяком случае Закупать Необходимый нам уголь И так далее Не по цене Роттердам Или другие там Дам А по нормальной цене В два раза меньше Есть огромный пласт того Что нужно Обязан государственный деятель Использовать Для того Чтобы Помочь своей стране А не как идиот Бегать и кричать Что Ай-яй-яй Нам нужны кредиты Ой-ой-ой Вот нам МВФ дал еще кредиты Ну мы продадим все Но это такое дело Две тысячи звонков Друг Три процента А что у нас не меняется Процентовка Режиссеры Ну вот Три Девяносто семь Как висело Так и висит Это я вижу А что Все так Да Ну если так То должно было быть Не Вы посмотрите Систему Не Я знаю что вы не подтасовываете Но Как может Девяносто семь и три Держаться с начала до конца Оно должно Оно должно О уже два Все нормально Нормально Все по честному кстати Никто не играется В компьютер Никто сам себе Никто сам себе Не звонит Поэтому не переживайте За это уважаемые люди Это ваша точка зрения Именно ваш Звонок принимаю Да алло Здравствуйте И вы здравствуйте Наталья Харьковская область Спасибо Максим Юрьевич За передачу За правду За просвещение Мы становимся От этого сильнее Потому что В ваших словах Есть хотя бы Надежда А теперь к вопросу По поводу МВФ Вот В четырнадцатом году Нам говорят Произошла Революция Прогибности А мы все видим Что это Произошел Переворот Просто Государственный Переворот И значит Эти все Незаконные Были Правители Значит Они Раз они Получили Незаконную Власть Какое Право Они брали Брать Кредиты Значит Это все Недействительно Пусть они Сами Отдают Наша Наша Точка зрения С вами Во многом Совпадает Я привел Другие основания Для того Чтобы отказаться Платить по ним И другие основания Что сделать нужно Для того Чтобы понять Природу кредитов Эта природа Была очевидна Знаете Есть в гражданском праве Понятие Удава на угода Мнимая сделка Когда Под чем-то Закамуфлированным Под договор дарения На самом деле Скрывается что-то другое Договор мены Или договор Еще Вот в данном Случае Нам всовывали Кредиты А цель была Не прокредитовать Цель была Другая И если Аудит Аудит Это докажет Это не сложно На самом деле Надо просто Позаниматься Докажет Подобное То мы будем Иметь полное Право Отказываться От выплат По таким кредитам До проведения Уголовного Расследования Получения Уголовного Приговора По тем негодяям Которые Это сделали А потом Мы скажем Вот наше правосудие Работает на вас Уважаемый там МВФ Или кто вы там Такие С них и будем Сейчас взыскивать Там есть что взыскивать Так что вы Свои деньги Когда нибудь Получите А впредь Не играйте С шулерами И с коррупционерами И с жуликами Что касается Того о чем Вы говорите На сегодняшний день То что произошло В стране А точнее Избранные тогда Президент Порошенко И тот парламент Были признаны Миром Легитимными Ну так произошло Это не я с вами Сделал Это так сделал мир Поэтому Ну конечно Если внутреннее Законодательство В Украине Со временем Признает все так Как вы сказали Да Можно будет Отматывать многие вещи Назад Но даже этого Не нужно Потому что Основой для поломки Подобного кредитования Является признание Этих кредитов Заведомо Экономически Невыгодными Для Украины Совершение преступления В отношении Украины И конкретные лица Есть Они подписанты Они принимали решения Это не сложно Это доказывается Я вас убеждаю В этом как Довольно неплохой прокурор Все это делается Просто делать надо Понимаете А у нас что Сегодня в интернете Кто-то прекрасно пошутил Украину можно переименовать В Ломбардию Знаете почему Вы же знаете Бизнес задавили просто Уже многие не оклемаются То что там нам говорят Что у нас 400 тысяч безработных Это чушь Опять же Вот удивительный человек Этот шмигаль Ну помолчи лучше Не ляпай языком Если не знаешь Сначала он говорит Что у нас 400 или 500 тысяч безработных Потом он вспоминает Что еще 2 миллиона появилось Так сколько у нас 400 или 2 уже Или 2,5 Это же арифметика И кстати хвастается Мы на них выделили 6 миллиардов гривен Прикольно На 2,5 миллиарда безработных 6 миллиардов гривен Это меньше чем по 3 тысячи По 2,5 тысячи гривен Вот интересно Если бы его посадить На эту сумму Он бы выжил Как бы он себя повел Семью как бы прокормил Жене бы что рассказал Так вот О ломбардии Ломбардия это земля в Италии У нас расцветают ломбарды И мы об этом с вами говорили Ломбарды работали весь карантин Им дали зеленый свет Я думал тогда А почему так? Что такое? А потом же понятно Первая фирма У которой сеть ломбардов Принадлежит Семье спикера А второе Это то Что они же отлично посчитали Что люди сейчас Побегут ломбарды Сдавать ценные вещи Потому что жить за что-то надо Ну вот такое вот Циничное расставщичество Так вот К сожалению Оно происходит у нас А сегодня Они ломбардам Разрешили еще заниматься Кредитованием И валютными переводами То есть Ну настолько очевидно В какие ворота Они играют Настолько очевидно Что интересы Украины И они Это разные вообще Направления И люди 2167 звонков МВФ друг 3% А может кто-то Позвонить в студию Объяснить мне Почему МВФ Так важен Так нужен И почему он друг Вот Из 3% звонящих Это 60 человек Хоть один звонок Давайте примем Мне интересно послушать Что ж хорошего Он сделал Этот МВФ Да Давайте примем звонок Да Алло Алло Объясните мне Почему МВФ Друг Я считаю Что он враг И у меня Такой вопрос Мне очень нравится Ваша передача Я Ирина Из Кременчуга Здравствуйте Ирина Значит Кременчуг Это Полтава Да Полтавская область Значит У меня Такой вопрос Можно ли будет Потом Отмотать Вот эти дурацкие Законы Все преступные Это же Да Можно Можно Не просто можно А нужно Ирина Теперь еще Такой вопрос У вас Очень мало Вас в эфире Я имею ввиду По всем каналам Раньше вы были На Ньюс Ван Я с удовольствием Вас смотрела Собираетесь ли вы Объединяться Еще с какой-то Партией Чтобы Более мощная Была Ваша Сила Спасибо большое Первый вопрос Отвечаю Не просто Можно А нужно Потому что Если эти законы Не будут отменены Украина Ее не станет Людей не станет А значит Страны не станет А оснований Для отмены Этих законов Более чем достаточно Либо в порядке Конституционном Они признаются Неконституционными С момента их издания Второе Принимается Парламентом Новым нормальным Парламентом Принимается решение О том Что эти законы Помножены на ноль И не действуют И президент Их подписывает Все реально Нужен просто Нормальный парламент И президент А так Или конституционный суд Ну Это все Все реально Вот нет нереальных вещей Что касается Второго Ну Во-первых Смотрите Прошу вас КРТ Не смотрите То что уже Не хочется смотреть В свое время Каналу Который вы упомянули Рейтинг Который он Недавно еще имел Сейчас этот рейтинг Сильно упал Давали Такие программы Как моя В том числе И тех Еще нескольких Людей Которые не боялись И называли Вещи своими именами Объясняли людям Что происходит Какая причина И каково будет следствие И рейтинг рванул вверх Потому что Никто не ожидал Что на украинском телевидении Времен Порошенко Такое возможно Но у нас получилось Потом В силу определенных причин Там стали говорить другое То что нужно слышать Говорят сейчас здесь Смотрите его Что касается объединения Несомненно Здравый смысл Должен объединяться Здравые политики Должны Проукраинские политики Должны объединяться Но они не должны Нельзя это делать Огульно Нельзя быть открытым Для них всех Потому что Ну в одной Оппозиционной партии Собрались Бывший нацист Олигарх Еще там Набор людей И они сейчас Толкают социалистические Лозунги Вы в это верите? И я не верю Объединяться с таким? Зачем? Как писал Амар Хайям Ты лучше будь один Чем вместе с кем попало И лучше уж не ешь Чем кушать что попало А с нормальными Яркими Сильными Смелыми людьми Объединяться необходимо И я уверен Что левое направление Социалистическое Социал-демократы Другие ответвления Тех кто исповедует Левую идеологию Идеологию построения Нормального социального Государства Они Это все будет Объединено Мы попытались Незадолго до карантина Объединиться с Несколькими Скажем так Партиями Левого толка Наверное Происшедшие Объективные обстоятельства Запреты и прочая Парализация действий Общественных организаций Политических партий Повлияли на то Что пока нечем Хвастаться от этого Объединения Но сам процесс Начинается Он идет Он идет Я уверен Что Я уверен Что люди Наелись уже Лозунгов Криков Визгов Гимнов Гомнов И так далее И тому подобное Наелись Им жить надо Время уходит Мы с вами Самое ценное Что у нас забирают Что мы теряем Это даже не деньги Это дни Месяцы Годы Наша жизнь уходит Вот это не восстановишь Это жалко И я такое Прощать не намерен Думаю Как и вы 2200 звонков В студию Все-таки враг Я однозначно Считаю Что При тех условиях При которых Украина работает С этими кредиторами Это враги Я считаю Что каждый Из национальных Политиков Которые защищают Политику Бездумного Кредитования И Получения кредитов И распродажи Украины Своей Долей Своих самостоятельностей И активов Это враги Это не ошибающиеся люди Это враги Мне честно говоря Глубоко пофигу Почему они Такие решения принимают Мне не интересно Он дебил Или он продажная тварь Он Выполняет Совершает действия Которые рушат Мою страну И я этого не хочу И прощать этого Я тоже не собираюсь Да Мы сегодня Не у власти Мы сегодня Знаем Как менять И как делать Так Чтобы Страна вздохнула Но мы не можем Это сделать Потому что Мы не принимаем Решения Но то что мы Можем делать Я делаю Мы можем Объяснять Вам Причины Следственной связи Мы можем Говорить о том Кто скрывается Под маской Патриота И кто настоящий человек Который любит Себя Свою страну Тех Кто его окружает Мы можем Разгонять Этот ненужный Белый шум Чтобы он Не пудрил Людям мозги Я каждую Программу Вам говорю Не смотрите Ток-шоу Это чушь Это обман Это игра На запудривание На запудривание Мозгов Ну а что Вы звонок убрали Человек звонил Ну мы успеем Давайте возьмем Может быть Это директор Распорядитель МВФ Мне звонит Сказать Что нет Они офигенная Структура А я ничего Не понимаю Да Алло Алло Говорите громче И у нас Одна минута С вами Пожалуйста Быстро И вам Добрый вечер Я был в вашем Месте Дуже прекрасное Место И речка Уж Я слушаю вас Вони зараз Возьмуть Оцей Фредит И все Меж собою Розділять Все Якщо Землю продали А все Что лишилось Лес Продадут И с чем Мы залишим Я Дуже Впевнений Пане Іван Что Сьогодні Країна Буде Стояти Перед Таким Вибором Что Або Будуть Дострокові Великі Вибори України Або З такою Політикою Її Не стане Я З вами Цілком І Повністю Згодний І Тільки Що Довів Те Что Ці Кредити Не дають Ніякого Добра Ні Мені Ні Вам Нікому Більш Слухачка Правильно Сказала Що На кожного Взрослого На кожного Дорослого Приходиться Сьогодні Майже По 10 Тис. Доларів Боргу Тому Це че А Поэтому У мене Ні 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 Законі Законі В Угоду Международному Валютному Фонду Для мені Це Трагедія І це Преступлення В Отношені Страны І Выход Следуючий Я Не так Давно Написал Короткую Статью Сопротивление Прочтіть Не Не хочу Щас Озвучивать Времени Уже Нет Прочтіть Там Много Написано Много Важного І По-простому І второе К Сожалію Они Понимають Ісключительно Язык Ультиматумів Ну Люди Будут Разговаривать С ними Языком Ультиматумів І К этому Уже Все Подошло Уже Это Пошло В общем-то І Люди Это Начали Понимать І Я Считаю Что это Хорошо Іначе Нас Опять Ну Просто Пораспродають І Здесь Вообще Ничего Не останется Ладно Ладно Спасибо Большое Всем За то Что Были Сегодня В принципе Гольдерба Результаты Почти 2300 Звонков Я благодарен Всем Кто Принимает Участие В этом Вы мне Нужны Мне Нужно Ваше Мнение 2300 Звонков И Подавляющее 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 Большинство Считает Что МВФ В таком Случае Враг Еще один Враг Два Их основных Это МВФ Это представитель Внешнего Олигархата Есть еще Внутренний Олигархат Вот две Два направления Которые должны Быть Вне закона В этой стране И тогда Будет результат Нормальный Все это Реально Сделать Если вам Кто-то Говорит Что это Нереально Не верьте Ему Пусть Олигархат Олигархат Олигархат